Добрый день! Хеликоптер-куб или куб-вертолет это классический представитель головоломок семейства коптеров Внешне он похож на кубик 2х2 у которого есть дополнительные разрезы на уголках Но при попытке вращать его как на 2х2 мы понимаем, что это невозможно И здесь вращаются ребра Поэтому и называется коптер Хеликоптер Название пошло еще от того что вращение этого ребра очень похоже на вращение лопасти вертолета Разновидностей коптеров достаточно много Это самый близкий вертолет без углов о котором я уже снимал обучающее видео и куб-бабочка или butterfly-куб Если разница между вертолетом и вертолетом без углов очевидна в отсутствии углов то у куба-бабочки есть дополнительный реберный элемент, которого нет у вертолета Эти головоломки часто рассматривают вместе они собираются очень похоже но каждая из них имеет свои особенности В этом видео я постараюсь о них рассказать Как и другие коптеры куб-вертолет включает в себя два уровня сложности его можно перемешивать без изменения формы если совершать вращение на 180 градусов либо сделать неполное вращение доведя уголок вот до такого состояния и можно сделать следующее движение Такое изменение формы называется джамблинг Если перемешивать головоломку с изменением формы ее сборка значительно усложняется Мы рассмотрим в первой части сборку головоломки без изменения формы во второй части с изменением Строение головоломки Здесь можно отметить, что хеликоптер Куб чуть больше обычного кубика 3х3 но у него похожа цветовая схема и чаще всего цветовая схема точно такая же как на обычном кубике 3х3 Если мы возьмем белым вверх и зеленым слева то справа должен был быть красный Конкретно на моем экземпляре красный и оранжевый поменены местами У вас может быть и не так Момент несущественный но просто обратите на него внимание Моя головоломка достаточно старая возможно производитель допустил ошибку при оклеивании Современные версии скорее всего содержат правильную расцветку Здесь есть два типа элементов По аналогии с кубиком 3х3 Одноцветные элементы мы будем называть центрами Их по 4 штуки на каждой грани значит всего 24 Ну и также вот эти элементы трехцветные мы будем называть углами Их 8 штук, как и в кубике 3х3 Реперных элементов в вертолете нет Но для удобства повествования я буду называть вот эту группу элементов которая содержит 4 центра и 2 угла ребром То есть буду говорить вращаем вот это ребро вращаем это ребро Но на самом деле поворачиваться будут несколько центров и 2 угла Сборка Helicopter Cube без джамблинга достаточно интуитивна за исключением последних этапов И в основном нам будет требоваться алгоритм похожий на пиф-паф из пирамидки Правую вниз, левую вниз, правую вверх, левую вверх И переместились 3 элемента На вертолете это будет выглядеть следующим образом Ну, возьмем, к примеру, правое ребро и переднее ребро Правое, переднее Правое, переднее И у нас каким-то образом переместились 3 центра Этот, этот и вот этот Перестановка углов нас сейчас не интересует Для того, чтобы вернуть все на место мы должны сделать просто обратный алгоритм Если мы начинали с правого ребра то сейчас нужно начать с переднего Поворачиваем переднее Видим, что оранжевый центр стал вот в такую удобную позицию И к нему хорошо подойдет вот этот оранжевый центр Вот они стали 2 рядом Ставим на место И возвращаем Поскольку при сборке без изменения формы мы будем вращать ребра только на 180 градусов то здесь не важно, в какую сторону это ребро поворачивать То есть можно поворачивать вот так Можно поворачивать вот так Это значение не имеет Как и на кубике 3х3 Поворот на 180 градусов Можно делать в любую сторону Сборка будет происходить послойно Сначала мы соберем 4 белых центра Потом 4 угла с белым цветом Собираем первый слой И собираем постепенно второй слой Сначала центры, потом углы Если мы перемешиваем головоломку без изменения формы то таким же способом мы сможем ее и собрать Головоломка перемешана И мы начинаем с белых центров Поскольку на вертолете нет реберных элементов которые были бы зафиксированы на месте и определяли цвет грани мы можем собрать белые центры на любой грани, где нам удобно Посмотрим Вот один белый элемент и недалеко стоит еще один белый элемент Очевидно, что при вращении вот этого ребра их можно поставить рядом Сборка полностью интуитивная Сборка полностью интуитивная Теперь нужно найти, где еще два белых центра Поскольку здесь, наверное, будет удобнее собрать все четыре Видим вот здесь вот белый центр Надо поставить его на эту грань Если мы будем ставить просто так то мы его, конечно, поставим но этот элемент потеряет свою позицию Поэтому вернем на место Вначале я показал алгоритм, который называется PiffPuff Если нам нужно вот отсюда элемент поставить сюда мы можем как раз этот PiffPuff и сделать Либо просто интуитивно понять, как это происходит Если мы ставим сразу этот центр сюда то этот элемент уходит Поэтому для начала мы, наверное, отвернем вот это ребро Поставим центр на свое место и вернем вот это ребро Таким образом, центр встал на свое место и эти не потеряли свое положение Ищем четвертый Он находится где-то вот далеко Интуитивными движениями Постараемся Подвести его поближе Вот он получился где-то здесь И мы получили похожую ситуацию Опять Отводим вот это ребро в сторону Ставим центр на место И возвращаем ребро Здесь получается даже не полный PiffPuff а три хода Из любого положения Можно подвести центр Ну, поближе к своему месту То есть в данном случае у нас зеркальная ситуация И мы прежде чем поставить вот этот белый центр на это место Отводим не правое ребро в сторону А левое Отвели левое ребро Поставили центр Вернули обратно Первые четыре центра готовы И теперь нужно поставить на место углы Мы видим, что один угол уже стоит на месте И это хорошо Если бы на белой стороне не было бы ни одного правильно стоящего угла Мы бы посмотрели на противоположную грань И здесь выбрали бы уголок, который смотрит белым цветом вверх К примеру, вот этот угол смотрит белым цветом в сторону Если мы его будем опускать вниз, он станет неправильным Можно выбрать из этих двух абсолютно любой К примеру, давайте поставим белый, зеленый, оранжевый Причем неважно, какой уголок мы сейчас возьмем первый Поскольку мы можем начать собирать цвета в любом месте То есть белый мы произвольно выбрали собрать здесь Здесь мы опускаем первый уголок И это определяет, какие цвета будут у нас дальше Понятно, что здесь будет оранжевый цвет А здесь будет зеленый цвет Первый уголок мы поставили произвольно Остальные уже будем ставить в строгом порядке Посмотрим Вот белый, зеленый, красный уголок Если мы его поставим на место То вот эти цвета совпадать не будут То есть это не его место Возвращаем обратно Поскольку кроме красного этот уголок содержит еще зеленый цвет Легко догадаться, что его место будет вот здесь Поскольку вот этот белый, зеленый, оранжевый уголок Мы поставили как правильный Ну, мы с него начали Соответственно, по верхней грани Вращением ребер передвигаем уголок над своим местом Понятно, что если он не смотрит белым вверх Мы его, если опустим, то получим неправильное положение Значит, уголок нужно развернуть Развернуть нужно уголок В данном случае по часовой стрелке Чтобы это сделать, достаточно сделать круг По верхней грани по часовой стрелке То есть вращаем его по часовой И круг будет тоже по часовой Это получается 4 движения Теперь уголок белым цветом располагается вверх Если вы ошиблись с направлением То просто делайте еще круг И он все равно станет белым вверх Опускаем вниз И видим, что уже вот Бело-зеленый, белый-зеленый Все хорошо совпадает Смотрим следующие уголки Видим здесь бело-синий-красный Подводим под свое место Ну, поскольку здесь бело-красный Это, кстати, похоже на сборку кубика 2х2 методом для начинающих Там примерно такие же ориентиры Поделяем по двум цветам Какой уголок должен стоять рядом Здесь он смотрит белым вверх Значит, просто опускаем его вниз И четвертый уголок Находится вот здесь Ну, в данном случае он тоже Получается белым вверх И за один ход Ставится вниз В случае, если уголок необходимо развернуть Против часовой стрелки Перед тем, как опустить его вниз Мы должны сделать круг по верхней грани Против часовой стрелки И тогда он получается белым вверх Если вам не хочется запоминать В какую сторону нужно делать круг по верхней грани То можно делать в любую сторону И тогда уголок встанет правильно Либо с первого раза, либо со второго В данном случае Я, к примеру, покручу Вот так Вижу, что он с первого раза Не встал правильно Значит, делаю еще один круг В том же направлении И вот теперь Белый цвет направлен вверх Его можно смело поставить На свое место Белая сторона собрана Для того, чтобы собрать первый слой Нам необходимо поставить еще по два центра На каждую из четырех боковых граней Смотрим Вот красный центр уже стоит на своем месте Можно начать с этой стороны Чтобы было удобнее Но на самом деле это не важно И можно было бы начать с любой другой Давайте начнем отсюда Чтобы поставить красный центр вот сюда Мы должны найти его в следующих позициях Либо здесь Либо здесь Либо здесь Почему так? Потому что вращением ребер Мы перемещаем центр Как раз по этим местам И вот из самой дальней возможной позиции Мы переместили центр Отсюда, сюда Отсюда, сюда И отсюда, сюда Ну, как вы, наверное, заметили Уголок поднялся вверх А это нам не нужно Поскольку мы все-таки старались Когда его собирали Немножко вернем на место Вот у нас уголок стоит здесь Центр располагается здесь Я предлагаю центры Которые нам хочется поставить на свое место Располагать не здесь А вот здесь В этом месте У нас есть всего три позиции Где они могут находиться Это либо тут Либо тут Либо тут Сзади Из всех трех Мы будем Приводить к этой Дальше Мы поднимаем Вот это место Где должен стоять этот центр Вот в это положение Отводим уголок В сторону Чтобы не нарушить Теперь вот этот центр Ставим На нужную позицию Возвращаем Уголок И опускаем Вот это ребро На место Движения интуитивные И их лучше понять Чем запомнить Давайте повторим Если нам нужно поставить Центр в это положение Мы его ищем В трех местах Либо здесь Либо здесь Либо здесь Из всех трех мест Мы приводим К вот этому То есть место Которое Находится справа Сверху Сзади Вот из этого положения Переводим центр Сюда Из этого положения Тоже переводим Центр Сюда Дальше Поднимаем место Где должен стоять Этот центр Нужно вот этот центр Поставить сюда Чтобы не нарушить Положение уголка Мы его Отводим в сторону Ставим центр Возвращаем Уголок И все Опускаем вниз Переходим к следующей стороне То есть наша цель Собрать два центра Снизу Здесь Ориентируясь По цвету Синих уголков Будем собирать Синие центры Давайте сначала Поставим Правый центр По аналогии С предыдущим А потом Левый Чтобы поставить Центр Вот сюда Мы его ищем Либо здесь Либо здесь Либо здесь Находим Вот в этой позиции Перемещаем центр В удобную Справа Сверху Сзади Поднимаем Место Вот это место Куда должен встать Вот этот центр Отводим Уголок Чтобы не нарушить Его положение Вставляем сюда Центр Возвращаем Уголок Вот всю эту Готовую конструкцию Отправляем вниз Сделаем То же самое Для левой стороны Но Все будет зеркально То есть Чтобы поставить Центр сюда Мы его ищем Либо здесь Либо здесь Либо здесь Находим сразу Уже На удобной позиции Поднимаем Место Где должен стоять Центр Вот оно Вот этот уголок Чтобы не нарушить Отводим в сторону Перемещаем Центр На это место Возвращаем Уголок И Возвращаем Все На место И вот уже На красной И синей стороне Первый слой Собран Переходим На следующую Это сторона Оранжевая Ищем Ну и видим Оранжевый Центр Сразу На удобной Позиции Поднимаем Место Вот это Отводим Уголок В сторону Перемещаем Перемещаем Центр На его Место Возвращаем Уголок И все Ставим Вниз Для левого Оранжевого центра Делаем все Аналогично Ищем Здесь Здесь Или здесь Но Не находим То есть Не тут Не тут Не тут Это значит Что Наш Оранжевый Центр Находится Где-то Еще А именно Вот здесь Можно Конечно Его отсюда Достать Для этого Мы Поднимем Отведем Уголок В сторону Отведем Центр Вернем Уголок И опустим Чтобы ничего Не разрушить Можно сделать Так И продолжить Собирать Как и раньше Но Можно Оставить Оранжевый Центр Пока на месте И заняться Сборкой Зеленого Тогда В тот момент Когда мы Будем вставить Зеленые центры Оранжевый Сам поднимется Наверх И так Будет Проще И короче То есть Не переживаем Что пропустили Один центр Вставляем Его пока Переходим К следующей стороне Здесь Для Зеленой стороны Делаем Все то же самое Зеленые элементы Как раз И для левого И для правого Центра Стоят В удобных Положениях Соответственно Давайте С правого Поднимаем Отводим В сторону Вставляем Зеленый Возвращаем Уголок И ставим На место И видим Что тот самый Оранжевый Уже Поднялся Вверх Давайте Чтобы далеко Не уходить Поставим Сюда Еще и Зеленый Элемент Поднимаем С левой Стороны Отводим Уголок Вставляем Зеленый Центр Возвращаем Уголок И ставим На место Первый слой Собран Кроме Одного Единственного Оранжевого Центра Возвращаемся К нему Находим Вот здесь Нужный Элемент Поднимаем Отводим В сторону Вставляем Возвращаем Уголок И ставим На место Первый слой Собран Дальше Мы интуитивно Собираем Центры Второго Слоя Мы видим Что зеленые Стоят на месте Красные Тоже Осталось Собрать Синий И оранжевый Собираем Пока только Сбоку Верхние Соберутся Автоматически Классическая Ситуация Которой Надо стремиться Это вот Такая Два Треугольника Рядышком И они Решаются Обычным Пиф-пафом Причем Нужно Следить Чтобы С правой Стороны Была Несобранная Часть Вертолета То есть Если мы Будем Пиф-паф Делать С левой Стороны То мы Красные Здесь Элементы Разрушим Как поступать В этом Случае Ну Мы Видим Ситуацию Отводим Правую Вращаем Переднюю Возвращаем Правую И Переднюю На место Ну И тем Временем Оранжевая Собралась Само Более Интересный Пример Мы Видим Что Ни Одного Центра Нет На своем Месте Поэтому Начинаем Их Потихоньку Собирать Мы Видим Что Вот Этот Зеленый Центр Можно Сразу Поставить Вот Сюда Дальше К нему Нужен Еще Один Находим Его Здесь И Получаем Ту Классическую Ситуацию Но Только Слева Мы Можем Здесь Конечно Сделать Пиф-паф Слева Но Пока Мы Собирали Вот Эти Зеленые Элементы У Нас Собралась Оранжевая Сторона Если Мы Сделаем Сейчас Пиф-паф Слева Сначала Левое Ребро Переднее Левое Опять Переднее Мы Конечно Соберем Зеленую Сторону Но Оранжевую Разрушим Поэтому В такой Ситуации Лучше Перевести Всю Конструкцию На Правую Сторону Здесь Пока Ничего Не Собрано И Лучше Сделать Пиф-паф Справа Правое Ребро Переднее Правое Переднее Пиф-паф Переднее Собрались Синие Красные Центры Ну и Соответственно Желтые Нетрудно Догадаться Что Не обязательно Всегда Приводить Вот К такому Положению Можно Интуитивно Решить И Из Такого Мы Видим Что Вот Этот Центр При Повороте Вот Этого Правого Ребра Встанет Вот На Это Место Мы Можем Сразу Переднее Ребро Повернуть Вот Так Подвести Сюда Центр И Поставить На Место Нам Останется Только Довернуть Вот Это Ребро С 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 Ну Здесь Уже Можно Решать Интуитивно Центры Собраны Остается Оставить Углы По Местам И Правильно Их Ориентировать Сначала Нужно Расставить Углы По Своим Местам Чтобы Определить Что угол Находится На своем Месте Нужно Проверить Соответствие Цветов Угла Цветам Сторон С которыми Он Соприкасается Понятно Что Желтый Всегда Будет У нас Совпадать Синий И синий Есть Красный Оранжевый То есть Не Совпадает Уголок Может быть Развернут И Цвета Как Желтые Не Совпадать Но Если бы Вот здесь Был Оранжевый Цвет То Уголок Стоял На своем Месте Только Неправильно Повернут То есть Вот этот Угол Не На своем Месте Поскольку Красный И Оранжевый Цвета Не Совпадают Смотрим Дальше Зеленый Цвет Совпадает Красный Нет Желтый Будет Совпадать Всегда То есть Мы Кроме Желтого Можем Проверять Только Два Цвета Идем Дальше Зелено Оранжевый Здесь Зеленый Красный Не Совпадает Следующий Синий Совпал Оранжевый И Красный Не Совпал В данном Случае Нам Нужно Переставить Четыре Угла Ситуация Которые Здесь Возможны Это Перестановка Четырех Углов Трех Углов И Двух Углов Рассмотрим Все Для того Чтобы Переставлять Углы Можно Воспользоваться Всего лишь Одним Алгоритмом Который Переставляет Два Угла Кстати Этот Алгоритм Совершенно Неэффективен На кубике Бабочки Поскольку При переменении Он будет Разворачивать Целых Три Ребра На вертолете Ребер нет Поэтому Нам Это Не страшно Алгоритм Меняет Местами Два Передних Уголка Смотрим Если Мы Вот этот Угол Поставим Сюда То он Станет На свое Место И соответственно Этот угол Тоже Станет На свое Место То есть Если мы Переставим Вот эти Два Угла Местами Нам Это Поможет Для удобства Введем Следующую Систему Обозначений Поворот Переднего Ребра Буква Ф Поворот Правого Ребра Буква Р И хоть Это Не совсем Обычно Но Поворот Вот этого Ребра Обозначим Буквой Д Поскольку Буква Ф Уже Занято Это Передняя Грань Алгоритм Будет Следующий Углы Которые Нужно Поменять Местами Мы Держим Перед Собой Сверху Спереди Вращаем Переднюю Ребро Вращаем Правое Ребро Вращаем Вот это Вот Нижнее И опять Вращаем Переднее Потом Вращаем Правое Нижнее Правое Нижнее Правое Нижнее То есть Связку Повторяем Три Раза Вращаем Переднее Вращаем Нижнее И Вращаем Правое Видим Что Вот эти Два Угла Поменялись Местами И Теперь Они Находятся На Нужных Позициях Смотрим Еще Вот эти Два Их Тоже Нужно Между Собой Поменять Делаем Точно Такой же Алгоритм F R D F R D R D R D F D R И Два Угла Также Поменялись Местами В случае Если Нужно Поменять Местами Три Угла Смотрим Вот этот Не на месте Синий Красный Тут Синий Оранжевый Цвета Этот На месте Зелено Оранжевый Зелено Оранжевый Цвета Этот Синий Оранжевый Тут Зелено Красный Не на месте Этот Вот зелено-красный, синий-красный не на месте. То есть у нас один угол на месте, три нет. Нужно поменять местами три угла. Мы можем использовать тот же алгоритм. Можно использовать и более быстрый, но я его покажу чуть позже. Если мы используем тот же алгоритм, нам нужно уже с правильно стоящим уголком поставить рядом еще один правильный. Смотрим. Зелено-красное здесь место, и вот зелено-красный уголок. Если мы поменяем вот эти два угла, то два вот этих будет стоять правильно. И повторным применением алгоритма мы уже поменяем вот эти два. Если мы сделаем так, что правильно стоять будут уголки напротив, то нам будет немножко сложнее собирать их дальше. Поэтому проверяем. Зелено-оранжевый на месте, и ставим либо сюда правильный, либо сюда. В данном случае зелено-красный здесь станет плохо, а с этой стороны станет очень даже хорошо. Поэтому располагаем перед собой два вот этих уголка, и зелено-красный пойдет сюда, и рядом с зелено-оранжевым станет на правильную позицию. Делаем тот же алгоритм. И мы видим, что зелено-красный на месте, и зелено-оранжевый на месте. Остается переставить два вот этих угла. Для этого просто повторяем алгоритм. F, R, D, F, R, D, R, D, R, D, F, D, R. И все углы стоят на своих местах. Понятно, что если в конце осталось переставить всего лишь два угла, которые находятся рядом, то мы просто применяем алгоритмы, которые я уже несколько раз показал. Но что делать, если неправильные углы находятся напротив? К примеру, вот этот зелено-красный находится не на месте, и вот этот синий-оранжевый. Можно, конечно, используя тот же алгоритм, поменять местами вот эти два угла, потом вот эти два угла, и потом еще раз вот эти два угла. И тем самым мы поставим все по местам. Но это целых три применения. Для упрощения ситуации можно сделать следующее. Ставим один неправильно стоящий уголок перед собой, второй вот здесь. И к прежнему алгоритму добавляем дополнительное движение, так называемый setup move. Мы вот этот уголок перемещаем сюда, так, чтобы поменялись местами два вот этих угла, как раз те, которые нам нужны. выполняемый алгоритм. f, r, d, f, r, d, r, d, r, d, f, d. И мы должны были бы сделать движение r, потом его отменить, то есть сделать так, и его отменить. Но можно просто его не делать. Проверяем, что у нас получилось. Зелено-красное стоит на месте, сине-красное на месте, сине-оранжевое на месте, и зелено-оранжевое на месте. То есть, по сути, мы можем менять либо два смежных угла, либо два противоположных, причем одним и тем же алгоритмом. И если мы один ход перемещаем из конца алгоритма в начало, если нам нужно переместить диагональные углы. Но можно, опять же, всем этим не заморачиваться, использовать только один алгоритм несколько раз. Главное следить, чтобы у нас углы вставали на свои места. На всякий случай покажу более короткий способ для перестановки трех углов. Мы видим, что зелено-красное находится на месте, а вот эти углы не на своих местах. Причем перестановка должна произойти против часовой стрелки. Синий-оранжевый должен пойти сюда, зелено-оранжевый должен сюда, а синий-красный должен пойти вот сюда. В этом случае, для того, чтобы переставить три угла против часовой стрелки, то есть вот так, мы ставим правильный уголок, уголок, который находится на своем месте, справа, спереди, и выполняем следующий алгоритм. К тем движениям, которые у нас уже были, мы добавим обозначение левого ребра буковкой L. То есть будет L, F, R, F. И это нужно повторить дважды. L, F, R, F. Всего 8 простых ходов, и все углы становятся на места. В случае, если нам нужно переставить три угла по часовой стрелке, как в данном случае, то есть вот этот синий-оранжевый должен пойти вот сюда, синий-красный должен пойти вот сюда, и зеленый-оранжевый должен пойти вот сюда. Мы можем либо предыдущего алгоритма сделать дважды, либо перехватить куб таким образом, чтобы правильный уголок стал слева спереди, и сделать зеркальный алгоритм. То есть начать не слева, а справа. R, F, L, F. R, F, L, F. И также у нас все углы встанут на места. Эти алгоритмы необязательны, но для ускорения очень полезны. Перестановку двух углов можно более эффективно решать при помощи джамплинга, то есть изменения формы головоломки. Если интересно, то можно это посмотреть во второй части видео. Завершающий этап – это ориентация угловых элементов. И здесь также все можно решить одним алгоритмом. Абсолютно все ситуации и много других алгоритмов я разобрал во второй части видео. При желании можете посмотреть. Здесь покажу лишь один, который разворачивает передние уголки. Один против часовой стрелки, другой по часовой стрелке. Возможны разные ситуации, но все они одним алгоритмом решаются. То есть можно потребоваться ориентировать все четыре угла. Три, как в данном случае, либо два. В зависимости от этого количество применения алгоритма будет разным. Что делает алгоритм? Он разворачивает, как я уже сказал, левый уголок против часовой стрелки, правый уголок по часовой стрелке. То есть если здесь желтый цвет смотрит на нас, а этот справа, то после применения алгоритма этот уголок встанет правильно, а этот повернется желтым на нас. Если неправильно ориентированы все четыре угловых элемента, то неважно с какой стороны начинать. Желательно, чтобы на какой-то из сторон было два уголка, которые желтым цветом смотрят на нас. Так называемые глаза. Но если их нет, то начинаем там, где есть хотя бы один такой глаз. Понятно, что если вот этот уголок развернуть правильно, то уже два правильных будут стоять на месте. Давайте выполним алгоритм. К старым обозначениям у нас добавится еще одно. Это вращение задней грани. Будет буква B. Алгоритм следующий. L, R, B, L, R, F. Ну и повторяем. Л, R, B, L, R, F. Мы видим, что вот этот уголок развернулся так, как нужно. Этот изменил свое положение. То есть два вот этих правильно собранных оставляем сзади. И остаются у нас так называемые уши. А во второй части видео показал алгоритм, с которым можно сразу собрать эту ситуацию. Но мы же сделаем сейчас алгоритм дважды. То есть одно применение развернет нам вот этот угол против часовой и этот угол по часовой. L, R, B, L, R, F. И повторяем. L, R, B, L, R, F. И вот у нас получились глаза. Соответственно, если один раз применить алгоритм, то он решает как раз вот такую ситуацию. Решаем глаза. L, R, B, L, R, F. Повторяем. И куб вертолет собран. На всякий случай рассмотрим еще вот такую ситуацию, где нужно правильно ориентироваться все четыре угла. Находим среди них глаза и начинаем делать с них. Располагаем глаза перед собой и выполняем тот же самый алгоритм. L, R, R, B, L, R, F. И видим, что эти два угла правильно ориентированы. Здесь же, как и в предыдущем случае, придется два раза повторять алгоритм. L, R, B, L, R, F. И опять мы приходим к глазам, которые за один алгоритм решатся. L, R, B, L, R, F. L, R, B, L, R, F. На этом сборка кубика вертолета без джамплинга закончена. Даже при таком способе перемешивания эта головоломка вызывает интерес и может вас занять на какое-то время. Если же хотите что-то поинтереснее и послошнее, то можете обратить внимание на вторую часть. Прежде чем приступить к объяснению сборки с изменением формы, покажу, какие дополнительные движения мы будем здесь использовать. В первую часть мы всегда поворачивали вот эту группу элементов, которую называли ребром, на 180 градусов. И форма у нас не менялась. Если же повернуть одно ребро таким образом, чтобы уголок вот этого оранжевого центра совместился с уголком зеленого центра, то есть они смотрели в одну точку, то можно сделать поворот переднего ребра. Таким образом форма у нас поменяется. Но это далеко не все возможности, которые здесь есть. И просто изменение формы не так значительно усложнило бы эту головоломку. Можно все легко вернуть назад. Куда более интересно то, что при помощи джамблинга можно менять орбиты элементов. В первой части у нас элементы всегда находились в определенных местах. То есть их нужно было искать именно на этих позициях. И они не могли находиться где-либо еще. При помощи джамблинга эти орбиты можно изменить. Делается это при помощи комбинации, которую мы будем называть джамбл. Поворачиваем правое верхнее ребро до совмещения уголков вот этих центров. Поворачиваем левое переднее ребро до такого же совмещения. Ну так, чтобы вот эти уголки создали прямую линию. У нас был зеленый перед нами, белый вверх. И вращаем переднее ребро до тех пор, пока уголки не поменяются местами. После чего восстанавливаем положение повернутых ребер. Смотрим, что у нас поменялось. Помимо того, что поменялись местами два угла, вот эти два центра поменялись местами. И вот эти два. Красный и оранжевый. Расположение углов нас сейчас мало волнует. Это всегда можно изменить на последнем этапе. Положение вот этих центров также не так важно, поскольку орбита не изменилась. То есть вот этот зеленый при повороте на 180 градусов становится вот сюда ровно так же, как и этот белый. То есть мы их поворачиваем, и они встали на те же места, где они быть должны. То, что у нас эти сдвинулись, сейчас пока несущественно. Куда важнее то, что красный и оранжевый центр поменялись местами. Они уже изменили свою орбиту. И теперь, если мы захотим вот этот красный переместить вот сюда, то, как бы мы ни вращали, поворотами на 180 градусов мы этого сделать не сможем. Чем больше изменений орбиты мы сделаем при перемешивании, тем интереснее и сложнее будет собирать. Я сейчас показал комбинацию, которая называется правый джампл. Давайте еще раз. Правая верхняя, левая передняя. до совмещения в прямую линию. Поворачиваем переднее ребро до тех пор, пока уголки не поменяются местами. И возвращаем на место. Вот у нас поменялись вот этот элемент и вот этот местами. Это правый джампл. И если сделать все движения зеркально, то это будет левый джампл. Давайте вот на желтой грани попробуем. То есть, поворачиваем левое верхнее ребро и правое переднее до совмещения вот в прямую линию. Вращаем переднее ребро и возвращаем все на место. Смотрим. Тот же эффект. Поменялись противоположные центры, поменялись два угла. Одновременное применение правого и левого джампа нам потребуется на последнем этапе. Ну а пока не важно, какой из них применять, эффект будет примерно одинаков. Изменим орбиты еще нескольких элементов. Не забываем про обычные повороты. То есть, можно сначала перемешать по обычному. Изменить орбиты нескольких элементов. Чем больше, тем лучше. В разумных пределах, естественно. И помешать еще. Вторая часть называется сборка с изменением формы. Поэтому давайте форму тоже изменим. То есть, как я уже показывал, если повернуть только одно ребро и сделать движение следующего, то у нас форма изменится. То есть, получится что-то вот такое. Очень сильно испортить форму нашего вертолета вряд ли получится, поскольку уголки достаточно крупные и начнут блокировать повороты других ребер. К примеру, вот это ребро мы уже нормально вращать не можем, поскольку вот этот уголок его заблокировал. Повращаем какие-нибудь другие. Делаем как-нибудь вот так вот. чтобы было пострашнее. И посмотрим, что еще вращается. Вращается вот так. И давайте классическую ситуацию какую-нибудь делаем. К примеру, вот такую. То есть, углы как бы на месте, но центры стоят как-то неправильно. вот этот центр уже запрещает вращение вот этого ребра. Ну, что нам осталось? Можно вот это вращать на 180. Вот этот центр заблокировал поворот вот этого ребра. Повращаем что-нибудь. Так, вот у нас тут вполне такая красивая часть осталась. Сейчас попробуем что-нибудь здесь намешать. Попробуем как-нибудь вот так. И допустим вот так. То есть, получилось вот какое-то вот такое вот чудо. Вывести из плоскости ее? Ну, чаще всего получается четыре. Мы так понимаем можно шесть и возможно даже и все восемь вывести уголков, но это очень сложно. По крайней мере у меня получалось вывести из плоскости шесть углов, вот как этот. Как же решать? Ну, первым делом надо посмотреть что вообще вращается попробовать это повращать. К примеру, вот это легко вращается и вот это. Но опять же из-за того, что крупные углы нам запрещают много движений. На том же кубе бабочки уголки значительно меньше и свободы чуть больше. Получается вот типовая ситуация вот такая и еще одна такая. По сути вот эти углы как бы стоят на месте но на самом деле если мы центр поставим правильно то получится что углы выведены из плоскости. Ну и рассмотрим типовые ситуации которые могут здесь встречаться. Ну основная ситуация вот такая вот когда у нас только два угла выведены из плоскости может встречаться либо в таком виде либо вот в таком либо вот в таком в любом случае мы должны заметить что вот у нас как клюшка такая вот еще одна стремимся вот этот уголок привести к вот этой части вот этой клюшки как бы паровозиком их составить здесь сделаем пока вращение на 180 градусов то есть сейчас получилась вот клюшка и вот клюшка и у них как бы одно начало что здесь делаем подводим таким образом как бы они слились в одно разворачиваем и все форма вернулась еще одна типовая ситуация которая часто встречается если мы правильно поставим центры то углы вот из плоскости ну и совершив такое движение мы получим ну такую комбинацию похожую на какую-то мордочку животного поскольку ситуация типовая здесь достаточно простое решение можно взять к примеру один из глаз давайте давайте правой и обменяемся вот этим уголком каким-нибудь ребром к примеру вот этим вот этот уголок поставим на место того который был здесь как бы дополним то которое было ребро и вернем на место таким образом у нас получилось вот такое деформированное ребро теперь у нас получается еще одна типовая ситуация где у нас есть две клюшки которые имеют одно начало поворачиваем одну ну ту которая поворачивается разворачиваем вот эту и форма собрана основная ситуация у нас остается вот такая вот где клюшки как бы последовательно да и соответственно мы одну другой дополняем и чиним форму понятно что вот эта ситуация практически такая же разница в один ход и решается аналогично все ситуации сводятся либо к этим либо к тому пропеллеру который я показал который переводится в глазки ну в принципе все интуитивно на всякий случай разберем еще один пример чтобы точно не осталось никаких вопросов видим что здесь вот все так хаотично замешано пробуем пробуем что-то вращать это нет это нет нет так вот это немного двигается но здесь мешается вот этот центр так вот что-то повращалось но сильно нам это не помогло главное найти с чего начать вот хорошо вращается кусочек попробуем с его помощью что-то сделать вот мы какую-то клюшку такую создали вращается и вот ребро какое-то починили теперь при помощи вот этого будем пробовать чинить что-то еще так не получается здесь вот типовая ситуация с пропеллером но пока вот это вот здесь все размешано мне будет чинить неудобно так еще один пропеллер и вот сколько тут очень много пропеллеров давайте постепенно от них избавляться так таким образом не крутится хорошо замешал так давайте тогда с этими попробуем то есть мы вот эти вот пропеллеры преобразуем в обычные клюшки как-то вот так отведем в сторону здесь попробуем с чем-то собрать так вот у нас одна клюшка вот вторая клюшка вот эти две клюшки очевидно можно между собой как-то подружить но здесь еще есть кривые элементы поэтому я наверное в первую очередь сделаю две вот этих стандартной ситуации две клюшки имеющие одинаковое начало они даже крутится подвинем вот так вот так и вот так и станет немножко легче остаются ано как раз остались те самые глаза при помощи вот этого ребра обмениваемся уголком и получаем типовую ситуацию вот так вот немножко покрутив повращав пришли к знакомым ситуациям в принципе если что-то другое здесь можно каким-то образом учудить оно все приводится к тем же базовым комбинациям каких-то еще трудностей на этапе возвращения кубической формы быть не должно далее мы собираем по аналогии с первой частью там где сборка без изменения формы первый центр и стараемся это делать точно так же и по тем же принципам мы видим к примеру вот у нас два белых центра уже стоят на месте и вот этот можем поставить вот сюда при помощи пиф-папа если вы проигнорировали первую часть лучше посмотрите там не так долго дальше у нас три на месте нужно поставить вот этот элемент но он уже достаточно близко стоит попробуем еще поближе поставить но как-то не получается то есть как мы здесь не вращаем ребра на место которое нам удобно этот центр не становится давайте проанализируем и посмотрим где вообще может находиться белый центр ну четвертый в данном случае чтобы он из тех позиций попал на это место у нас два пути либо сюда на оранжевый либо сюда на желтый давайте попробуем через желтый то есть здесь 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 и здесь но если мы пойдем в обратную сторону мы получим те же самые места места белый центр будет напротив вот этого места если он не на своей орбите вот оно так и вышло белый стоит напротив свое место и при помощи джамбла мы поставим его туда куда нужно вот таким образом первые четыре центра стоят на своих местах рассмотрим вот такой случай у нас белый центр находится здесь должен быть здесь то есть не на своей орбите он находится соответственно нужно орбиту менять как мы помним удобно если центр находится напротив на своего места попробуем поставить на верхнюю грань но напротив тоже поставить не удалось значит придется менять орбиту как-то по-другому для этого мы можем сделать что ну поскольку с этих мест мы если будем менять орбиту мы нарушим какие-то уже правильно стоящие центры поэтому переводим на какие-нибудь боковые грани к примеру вот здесь здесь при белом снизу на боковой грани меняем орбиту при помощи джамбла и пробуем еще раз и здесь мы видим да напротив можно уже установить ну или в другом случае может получиться так что мы перейдем на свою орбиту и уже простыми пиф-пафами поставим центр на место понятно что я показал на примере четвертого центра но такая ситуация может быть с любым понятно также что выбирать сторону где мы собираем белые центры нужно таким образом чтобы на ней уже было максимальное количество центров которые стоят на своей орбите ну чтобы поменьше было сложностей сначала выбираем сторону где есть центр да и к этому центру должен легко ставиться второй а то и третий ну если поставится все четыре хорошо но если нет то начиная с третьего четвертого уже нужно будет менять орбиты и сборка будет чуть дольше сборка первых четырех центров закончена и она не сильно отличается от сборки без джамплинга поскольку здесь очень тонкой свободы и нам достаточно один-два раза поменять орбиту чтобы все получилось дальше мы собираем углы и сборка углов никак не отличается от сборки в первой части находим уголки которые вертикальны таких нет повернем какой-нибудь он станет вертикальным и установим его вниз и на этот угол мы теперь будем ориентироваться здесь справа должен быть белокрасный угол не тот не тот вот этот подводим его поближе видим он белокрасный его нужно повернуть по часовой стрелке делаем круг по часовой стрелке так и ставим вниз дальше нам нужен белый-синий угол не тот вот видим уголок ставим сразу вниз ну и четвертый уголок подводим поближе получаем здесь нужно повернуть по часовой стрелке и мы это делаем и ставим вниз первая сторона собрана покажу еще пару моментов которые могут быть полезны при сборке углов первого слоя к примеру мы видим угол который направлен белым вверх но он стоит не над своим местом ему нужно на соседнее понятно что если мы поставим его сразу на соседнее то нам придется его разворачивать и делать еще 4 хода то есть итого это уже 5 но если угол стоит белым вверх чтобы он в такое же положение вернулся ему нужно сделать как минимум 3 поворота если мы переместим его сюда он изменит свое такое положение и нам придется делать еще 4 но если мы провернем вот этот угол через эту сторону то сделаем 3 движения то угол сохранит свою ориентацию он будет уже стоять над своим местом то есть если у нас есть уголок который развернут правильно но стоит на соседнем месте мы просто делаем не один ход на свое место а 3 тогда уголок сразу будет стоять правильно и его останется просто опустить вниз напомним что если уголок нужно повернуть против часовой стрелки мы делаем круг против часовой стрелки если по то очевидно по часовой если мы не хотим заморачиваться в какую сторону что вертеть то можем просто вращать в любую сторону к примеру сейчас нужно против часовой стрелки а я буду вращать по и с первого раза у меня уголок правильно не встанет ну я сделаю еще один оборот и он будет стоять как надо помним что первый угол когда мы соберем первые четыре центра мы ставим произвольно и именно на него ориентируемся с остальными углами также если у нас есть два правильно ориентированных угла но они располагаются на соседних местах и прежде чем их опускать вниз их бы поменять местами то мы можем сделать это чуть быстрее то есть мы помним что для того чтобы вот этот угол переместить сюда в той же ориентации мы должны его прокрутить таким образом для этого угла вот таким образом мы можем их оба отправить в путешествие здесь одним ходом они развернутся и вот так вот развернутся а такой же прием будет нас использоваться на последнем слое теперь они в правильной ориентации и над своими местами просто опускаем их вниз да это немножко ускорит проверяем белая сторона и цвета вот этих уголков совпадают далее как и в первой части мы собираем два нижних центра на каждой боковой стороне но здесь же опять нам потребуется изменение орбиты в некоторых случаях первым делом мы ищем сторону где уже хотя бы один центр стоит на месте лучше два к примеру вот этот синий можем с него начать помним что для того чтобы поставить синий центр сюда его нужно искать либо здесь либо здесь либо здесь если на этих местах его нет то можно еще посмотреть вот на таком месте либо придется менять орбиту элементов нам повезло и синий центр находится сразу тут переставляем его вот на эту позицию поднимаем угол отводим в сторону вставляем центр сюда возвращаем угол и опускаем все на место переходим к оранжевой стороне здесь мы сразу видим вот этот оранжевый элемент который тоже стоит удобно для правой стороны значит будет все просто делаем то же самое что и синим центром поднимаем уголок отводим в сторону ставим сюда центр возвращаем к нему уголок и опускаем все вниз посмотрим сможем ли мы поставить оранжевый центр сюда без изменения орбиты он может быть здесь 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 или вот здесь он стоит здесь но опять же повременим его оттуда доставать пока займемся зеленой стороной здесь нужно поставить один центр ищем его здесь или здесь вот он на месте удобной позиции сразу ставим левый центр уже стоял на месте остается красная смотрим для правого здесь здесь или здесь и даже здесь красного центра нет то есть придется менять орбиту для левого для левого есть красный на нужном месте оно может быть либо здесь либо здесь еще даже на двух местах есть что очень хорошо но нам хватило бы и одного устанавливаем левый красный отводим в эту позицию поднимаем отводим уголок в сторонку вставляем на место центр возвращаем уголок и опускаем все вниз остается здесь красный элемент и мы еще пропускали оранжевый вот этот посмотрим вернулся ли он на место на свадьбу да он здесь есть можем его поставить поднимаем отводим в сторону вставляем сюда центр возвращаем уголок и опускаем все вниз в итоге без изменения орбиты мы смогли поставить все кроме одного центра ну это достаточно хорошо не всегда так бывает давайте посмотрим что можно делать в этом случае нам нужно чтобы красный центр находился либо здесь либо здесь либо здесь но его тут нет значит попробуем найти на местах противоположных этим позициям поскольку вот эта удобная позиция находится напротив уже собранного белого мы его рассматривать не будем здесь удобная позиция можем ли мы поставить красный центр вот сюда смотрим да можем вот таким образом мы ставим красный центр вот в эту позицию которая напротив удобной меняем орбиту при помощи джамбу и у нас появляется красный центр в удобной позиции отводим на нужную поднимаем уголок отводим в сторону подводим центр возвращаем уголок опускаем вниз первый слой собран поскольку это не единственная ситуация которая может встретиться сейчас я покажу решение всех возможных случаев на этом этапе буду показывать для правого нижнего центра очевидно что для левого будет ситуация все симметричные помимо правильной позиции красный центр может иметь еще 12 положений и сейчас мы рассмотрим их все они приводятся к 4 ситуациям это стандартное решение отсюда отсюда или отсюда две ситуации которые решаются с одним изменением орбиты и одна ситуация которая решается с двумя 4 сверху и по 2 на каждой грани 3 из них это удобные то есть базовое положение вот это положение и положение сзади из этих положений все решается стандартным алгоритмом еще 3 позиции которые приводятся вот к такому случаю то есть место здесь а центр вот здесь но он находится напротив удобной позиции и соответственно положение здесь и здесь приводится к такой же ситуации то есть самое дальнее центр может находиться вот здесь мы его переводим сюда потом вот сюда напротив удобной позиции здесь при помощи джамбла поменяем орбиту и дальше решаем как обычно отводим сюда поднимаем отводим уголок соединяем уголок центром и опускаем вниз в случае если центр находится по диагонали от своего места на передней грани то есть его место здесь а он находится тут то эту ситуацию тоже можно решить при помощи одного изменения орбиты соответственно к этой ситуации приводится положение центра здесь и здесь отсюда переводим сюда и переводим сюда здесь вот именно из этой позиции мы меняем орбиту на перехватываем меняем орбиту так чтобы центр оказался сзади вот здесь и уже стандартными способами его отправляем вот сюда понимаем отводим объединяем и опускаем вниз самая неудобная ситуация это когда центр находится над своим местом на передней грани в этом случае здесь потребуется использовать дважды изменения орбиты к этой ситуации приводятся также и такие располагаются вот здесь и вот здесь то есть все приводим на переднюю грани отсюда с перехватом делаем джамбу отсюда приводим к ситуации которая напротив удобной то есть вот сюда делаем здесь еще один джамбу и получаем уже удобную ситуацию отсюда отводим наверх поднимаем уголок отводим в сторону соединяем с центром и опускаем вниз таким образом мы рассмотрели все возможные ситуации на первом слое для левого центра все ситуации зеркальные важно понимать что для ситуации где необходимо два раза менять орбиту не всегда это требуется как мы понимаем если вот этот центр не стоит на месте здесь также не стоит на месте еще два других и возможно эти два находятся в более выгодных позициях к примеру мы заметили красный центр над своим местом самое неудобное положение прежде чем хвататься и дважды делать изменения орбиты можем посмотреть где находятся остальные один из красных центров находится на удобной позиции и проще поставить именно этот а не этот просто ставим стандартным алгоритмом далее переходим к сборке центров второго слоя здесь мы поступаем так же как и в случае без изменения формы до тех пор пока это возможно то есть все собираем интуитивно к примеру видим что здесь есть синий на месте и синий в удобной позиции при помощи пиф-пафа собираем синий идем по кругу смотрим оранжевый вот еще оранжевый стараемся поближе подвести и видим что у нас это не вышло пропустим зеленый в удобной позиции так ну и остался красный и оранжевый после того как мы проверили удается ли нам поставить центры без изменения орбиты мы начинаем искать те центры которые можно поставить напротив своего места к примеру вот здесь должен стоять красный центр вот он красный центр и его можно поставить получается напротив вот его место а вот сам центр в этом случае мы можем при помощи джампла поставить его туда куда нужно вот у нас красное собралось синее целое но зеленое разрушилось мы видим опять удобную позицию просто восстанавливаем при помощи пиф-пафа в данном случае с левой стороны и остается вот такая ситуация здесь нам уже не удастся расположить вот этот оранжевый элемент напротив своего места орбита не та сейчас я покажу все возможные ситуации на примере последнего центра но начнем не с этой а с той которая попроще будем рассматривать на примере правого верхнего синего центра для левого будет все зеркально первая ситуация когда вот этот центр находится на своей орбите да и как бы вот таким движением его можно поставить на место но в то же время его сосед меняет свое положение обычно для этого мы использовали пив-паф и в данном случае если мы пив-паф сделаем синяя конечно соберется но опять красная разрушится поэтому это не тот способ здесь нам потребуется следующий алгоритм вращаем левое ребро правое ребро делаем джамбу в данном случае правый и возвращаем правое ребро возвращаем левое ребро что у нас получилось у нас получилось что синяя как стояла так и стоит но разрушилась красная нетрудно догадаться что если мы сделаем пару таких движений то красная можно будет собрать и синяя тоже соберется давайте присмотримся что делает алгоритм который я только что показал вращаем правое ребро левое ребро делаем джамбу и возвращаем правое на место левое на место что произошло мы видим что поменялись местами вот эти два элемента но джамбу обычно меняет еще два вот этих противоположных центра да но мы первыми ходами поставили на эти места желтые цвета а соответственно их перестановку мы и не наблюдаем потому что они одинаковые и их перестановка не видна изменение положения вот этих двух центров не меняет их орбит поэтому можем их собрать без джамблов но при этом перейдем к ситуации которую я только что показывал для правого верхнего центра если он находится на верхней грани слева спереди мы просто делаем этот алгоритм лево право джамбур право лево и решаем то что остается остается нам просто сделать пиф-паф левое ребро переднее левое переднее центры собраны следующее положение когда центр находится над своим местом сверху спереди решается при помощи того же алгоритма как мы помним алгоритм не просто меняет два вот этих элемента но еще и переставляет два вот этих центра мы этим воспользуемся для того чтобы переставить вот этот желтый и синий центры для этого сделаем у2 то есть развернем кубик на 180 градусов и выполним тот же самый алгоритм левая правая лебра драмбул и дальше починим то что получилось видим красное можно сразу поставить на место после этого при помощи пиф-пафа восстановить зеленые опять же при помощи пиф-пафа восстановить оранжевое и синий соберется само то есть при помощи того же алгоритма но в другом положении мы решаем уже вторую ситуацию следующая ситуация когда синий центр находится слева сзади на верхней грани из этой позиции его можно поместить вот на эту таким образом что он будет располагаться напротив своего места здесь можно сделать джамбу и синий соберется но зато разрушится что-то другое в данном случае оранжевый но такую ситуацию мы решать уже умеем делаем знакомый алгоритм и все восстанавливаем или из этой же позиции можно попытаться переместить вот этот центр вот сюда при помощи того же алгоритма мы получается из этой позиции делаем движение y меняем местами вот эти тем же алгоритмом и чиним что получилось зеленый пиф-паф для оранжевого и у нас все собирается при помощи одного джамбу или одного применения алгоритма ну и самая неудобная ситуация когда центр находится справа сзади то есть в одно движение он не может поставиться вот на это место которое будет напротив соответственно и предыдущая схема здесь не сработает здесь можно попытаться переместить вот этот центр вот сюда чтобы привести ко второму случаю давайте так и сделаем перехват делаем y меняем местами два вот этих центра ну и чиним что получилось в данном случае оранжевый собран чиним зеленый красный при помощи обычных пиф-паф интуитивно вот мы пришли вот к этой ситуации решаем ее так же как и во втором случае делаем разворот на 180 градусов и тот же тот же алгоритм восстанавливаем восстанавливаем что есть так красный готов зеленый готов оранжевый и синий соберутся одновременно то есть здесь обязательное применение двух алгоритмов во всех остальных случаях можно справиться и за один все остальные ситуации при сборке центра второго слоя приводятся к этим а возможно что подобные манипуляции придется делать не только для последнего центра но и для некоторых других но смысл будет тот же самый для левого центра все комбинации будут выполняться зеркально для перестановки углов верхнего слоя мы будем использовать здесь всего три алгоритма причем два из них это точно такие же алгоритмы как из первой части а третий чуть покороче и поинтереснее но с изменением формы рассмотрим сначала перестановку двух углов мы видим зелено-красный на месте синий-красный на месте то есть переставить нужно два смежных угла в первой части видео я показывал достаточно длинный алгоритм который нужно здесь делать если использовать джамплинг то он становится немного короче мы делаем правый джамбул и мы делаем левый джамбул восстанавливаем переднее ребро и все углы стоят на месте то есть правый джамбул левый джамбул и все перестановка двух углов завершена неправильные углы должны стоять перед нами если необходимо переставить два угла по диагонали то в этом случае мы просто делаем сетап мув то есть нужно вот этот угол и вот этот переставить вращаем правое ребро делаем правый джамбул делаем левый джамбул после чего опять же доворачиваем переднее ребро и отменяем сетап мув уголок на месте уголок на месте все углы стоят по своим местам напомню алгоритм который мы использовали в первой части для перестановки трех углов если синий-оранжевый угол например стоит на месте и нужно вот эти три угла переставить против часовой стрелки видимо этот пойдет сюда этот сюда этот сюда то мы используем следующий алгоритм L F R F L F R F то есть четыре хода повторяем дважды углы на месте если же перестановку необходимо выполнить по часовой стрелке то мы правильно стоящий угол берем так чтобы он находился слева спереди этот пойдет сюда этот сюда этот сюда и выполняем зеркальный алгоритм то есть начинаем справа R F L F и повторяем R F L F и опять же все углы стоят на месте в случае если необходимо переставить четыре угла можем комбинировать те алгоритмы которые я уже показал к примеру вот зелено-красный может хорошо встать вот сюда если пойдет против часовой стрелки зелено-оранжевый пойдет сюда возьмем чтобы вот этот угол оставался на месте прокрутим форму представляющую три угла L F R F L F R F что у нас получилось зелено-красный на месте зелено-оранжевый на месте и остается переставить два вот этих угла при помощи двух джамблов правый джамбл левый джамбл ну и доворачиваем в принципе это все варианты перестановки четырех углов трех алгоритмов вполне достаточно ну один из них можно использовать с этапом получается четвертый алгоритм на завершающем этапе мы должны правильно ориентировать все угловые элементы базовый алгоритм который я показывал в первой части видео остается прежним то есть это глаза и решаются они при помощи следующих движений L R B L R F L R B L R F алгоритм разворачивает вот этот угол против часовой стрелки вот этот угол по часовой стрелке для того чтобы решить вот такие вот уши необязательно дважды использовать тот же алгоритм можно первым ходом сделать движение F и дальше сделать алгоритм L R B L R F L R B L R L и последнее движение F делать не приходится то есть мы просто движение F из конца алгоритма перенесли вперед получается за то же количество движений мы выполнили и вторую ситуацию то есть уши в этой в этой части я покажу все возможные ситуации на ОЛЛ для вертолета нетрудно догадаться что они будут точно такие же как на кубике 3х3 если рассматривать крестовые ОЛЛ к примеру вот рыбка на кубике 3х3 и вот так вот рыбка выглядит на вертолете решение конечно будет отличаться но ситуация очень похожа нам нужно развернуть три уголка по часовой стрелке для этого мы берем вертолет в том же положении что и 3х3 то есть абсолютно так же и выполняем следующие движения F R B L повторить нужно трижды то есть по кругу F R B L F R B L и ОЛЛ собирается это вместо 2х кратного применения базовых алгоритмов глаза и уши зеркальная ситуация это левая рыбка ну или антирыбка выполняется очевидно зеркальным алгоритм и держать нужно именно вот в таком положении то есть зеркально делаем F L B R и трижды повторяем F L B R F L B R все собирается мы рассмотрели четыре алгоритма крестовых ОЛ как мы знаем всего семь то есть осталось три ситуации но новых алгоритмов здесь не будет лишь комбинации старых вот такая вот восьмерка я вывел алгоритм который будет из того же положения что и в кубике три на три ну по крайней мере как делаю я вот из этого положения и выполняется очень просто мы движением L приводим к алгоритму глаза то есть мы сделали движение L дальше делаем алгоритм для глаз L R да и мы заметили что вот этот ход можно было не делать B L R F L R B L R F и отменяем движение L то есть если сократить вот эти два хода L то алгоритм примет тот ответ который сейчас написан внизу экрана можно сокращать можно не сокращать смотрите на ваше усмотрение следующая ситуация это глаза уши ну или вертолет как это называется в кубике три на три ну поскольку сама головоломка тоже называется вертолет я буду использовать наименование глаза уши здесь можно взять кубик вот так выполнить глаза потом перехватить вот так и выполнить уши это будет вполне нормально также можно взять вот из такого положения и так же как на кубике три на три сделать сначала рыбку перехватить и сделать еще рыбку только в нашем случае перехват будет в другую сторону то есть из такого положения делаем правую рыбку то есть через правую сторону делаем три круга вот мы сделали один раз рыбку перехват Y и вот у нас получилась обычная рыбка делаем ее еще раз соответственно какой способ решения выбрать опять же решайте сами кому как удобнее интуитивно понятнее сделать отдельно глаза уши и возможно по ходам немного короче ну и седьмая ситуация это двойные глаза как в кубике три на три здесь можно решить использовав алгоритм глаза для этой стороны перехватить глаза для этой или взять изначально вот так сделать уши перехватить сделать уши по ходам одинаково либо вот из такого положения когда глаза по бокам сделать правую рыбку сделать три круга через правую руку второй круг и получить еще одну рыбку в данном случае перехват на 180 градусов Y2 сделать еще одну рыбку и все вертолет собран я рассмотрел абсолютно все ситуации которые могут возникнуть на этой головоломке видео получилось достаточно длинным но зато включает в себя сразу два способа решения то есть без изменения формы и с изменением в зависимости от того какую сложность вы предпочитаете можете использовать эту головоломку либо одним способом либо другим следующая будет бабочка тренируйтесь и все у вас получится а на этом все всем спасибо всем пока спасибо спасибо Продолжение следует...